Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Продолжаем изучать программирование на Python. Сегодня начнем погружаться в обширную тему, такую как объектно-ориентированное программирование. Эта парадигма является основной во многих языках программирования, в том числе и в Python. Особенностью языка Python является то, что все переменные являются объектами. И основное понятие языка это класс. Итак, приступим. Открываем PyCharm и создаем новый проект. В проекте главный файл main.py. Для начала рассмотрим простые типы данных в Python. Например, создадим переменную number, типа целое число и какое-то значение 1. Теперь, если вызвать функцию type, которая возвращает тип данных, к которому относятся переменные. Если мы туда введем number и выполним программу, то увидим, что тип данных определился как класс int. То есть, это не просто какое-то число и не просто integer, а объект класса. Что означает объект? Объект это такая совокупность данных и методов. То есть, метод это некий аналог функций, которые привязаны к определенному типу данных. Например, если у нас тип данных это целое число, то у целого числа есть свойства, это значение этого числа, а также некие методы. Чтобы узнать, какие методы, например, можно набрать ими переменные, нажать точку, и мы увидим подсказку с названиями методов. Например, bitCount, bitLength и так далее. То есть, даже простое число является объектом, у которого есть множество методов. Каждый метод сам по себе – это аналог функции. Но эта функция, которая вызывается в контексте, это переменный. Аналогичная ситуация со строками. Например, строка hello. Если мы вызовем такую программу, то увидим, что для строки используется класс str. Также у строки есть множество методов, которые позволяют оперировать строкой и вызывать разные полезные функции. Например, это функция upper. То есть, этот метод позволяет перевести все символы строки в верхний регистр. То есть, если вызываем, видим, что у нас вывелось hello большими буквами. Это примеры стандартных классов и объектов, встроенные в язык. Также мы можем создать собственные классы и объекты. И таким образом мы создадим пользовательский тип данных. Для начала разберемся, в чем отличие класса и объекта. Объектом является экземпляр класса, то есть, конкретные переменные, которые хранятся в памяти и у которых есть какие-то параметры, свойства и определенный набор методов. Классом же является, по сути, инструкция, либо, можно сказать, документация к объекту. То есть, зная класс, его описание, описание свойств, методов и так далее, мы можем, используя класс как чертеж, создать конкретный экземпляр. Создадим наш первый произвольный класс. Будем создавать класс, который имитирует объекты реальной жизни. В данном случае, наш класс будет называться cat, то есть, будем имитировать какую-то кошку. Чтобы создать новый класс, создаем файл Python и называем его cat.py, то есть, по имени класса. Хорошей практикой является размещение класса в отдельном файле. То есть, не стоит смешивать множество классов в одном файле. Чтобы создать класс, используется ключевое слово класс и имя класса. В нашем случае это cat. Дальше двоеточие и после отступа идет тело класса. Если у нас нет пока никакой реализации, то мы можем использовать ключевой слово пасс, которое ничего не делает, но при этом позволяет оставаться файлу валидным на языке Python. Теперь переходим в основной файл нашей программы и попробуем здесь создать экземпляр класса, то есть, объект. Для начала нам надо импортировать класс в наш основной файл. Для этого используется следующий синдексис. FromCat это имя модуля пакета, то есть, файла, в котором хранится класс. Импорт и имя класса. Теперь создадим экземпляр. Назовем его Tom. То есть, у нас будет код с именем Tom. Чтобы создать экземпляр, надо ввести название класса, то есть cat, и круглые скобки. То есть, аналогично, как мы вызываем функции. Теперь у нас есть экземпляр класса cat. Мы можем, к примеру, посмотреть тип этого класса. Пишем type и имя переменной. Видим, что у нас есть класс, который находится в пакете cat с именем cat. Теперь рассмотрим, что можно сделать полезного в классе кошки. Например, можем задать какой-то метод. К примеру, будем возвращать имя. чтобы создать метод класса, надо определить функцию внутри класса. Соответственно, с отступом. Имя функции. Определение функции начинается с ключевого слова def, дальше имя функции. То есть, к примеру, если наша функция getName, то пишем getName и в скобках первый параметр обязательно ключевое слово self. Self нужно для того, чтобы внутри методов обращаться к каким-то свойствам текущего объекта. У нас пока нет никакого свойства, поэтому использовать не будем. Пока выведем строку том. В данном случае пас не нужен, потому что мы уже добавили конкретную логику. В данном случае мы можем вывести имя кота. Для этого вызываем метод getName. Для этого после имени переменной пишем точку и getName. Если теперь выполним, то видим, что вывелось том, то есть имя текущего кота. Рассмотрим теперь, как можно передавать значения и инициировать свойства класса. Есть специальное служебное имя метода, которое автоматически вызывается при создании класса. Называется конструктор. Пишется так, как dev, потом два подчеркивания и нет self две точки. Такой метод вызывается автоматически, то есть его не надо вызывать явно. Добавим сюда некий принт, например, с таким текстом. Код создан. TheCat created. Так, в основной программе этот метод вызывать не будем. Посмотрим, что будет в результате. Видим, что первым делом вызвался метод конструктора, который вывел TheCat created и далее наш метод GetName. Конструктор полезен тем, что в него можно передавать свойства, которые будем сохранять в объекте. Например, для нашего кота может быть полезно имя. будем передавать имя. Далее, чтобы определить свойства у класса, надо использовать ключевое слово self. То есть, ключевое слово self в данном случае также означает доступ к экземпляру класса, то есть, к объекту. И, чтобы определить его свойства, пишем self. имя свойства и присваиваем имя, которое передали в конструктор. И можем сразу же вывести это ниже. Для этого вместо обычной строки используем F-строку, которая позволяет добавить форматирование. И в фигурных скобках напишем имя. можно использовать таким способом. Теперь же в методе getName можно использовать реальное имя, а не хардкодить, то есть, использовать одинаковое имя для всех типов котов. Для этого обращаемся к свойству name с помощью ключевого слова self. self.name Теперь в основной программе мы видим, что у нас появилось оповещение, что что-то не так. Параметры конструктора передаются при создании объекта внутри круглых скобок. В нашем случае передаем параметр tom. Это и есть имя нашего кота. Вызываем еще раз и видим, что код tom создан и дальше вызвали его имя. Также у классов есть возможность задавать не только свойства конкретного объекта, то есть разных котов. То есть, к пример, мы можем создать еще еще одного кота назвать его барсик. То есть, у нас есть два кота и если выполним программу, то видим, что у нас появилось два сообщения код том создан и код барсик создан. Помимо свойств конкретного объекта, можно создать свойства, которые будут ассоциированы со всеми объектами разом и будут делиться между ними. То есть, фактически, это некая переменная, которая относится не к конкретному объекту, а к классу целиком. Для этого после ключевого слова класс можно определить имена переменных. Это будут наши переменные, которые относятся к классу целиком. В нашем случае, допустим, будем считать количество созданных кошек. Определяем переменную count и делаем ее равное нулю. Теперь при создании каждого объекта будем увеличивать эту переменную. Чтобы обратиться к переменной конкретного класса, то есть, не объекта, допустим, том или барсик, а класс целиком, надо вызвать имя класса точка и это переменная и в нашем случае увеличим на единицу. Также можно создать специальный метод, который будет вызываться и возвращать значение этой переменной. То есть, к примеру, get пусть назовем get cats count, то есть количество кошек. Автоматически нам подставилась переменная self, которая значит, что мы хотим вызывать этот метод в контексте объекта, то есть от имени объекта. Нас же интересует вызов метода от имени класса, то есть нам тут self не нужен. И возвращаем переменную, набрав имя класса точка count. в таком случае этот метод называется статичным, то есть метод, который вызывается не от объекта, а от класса целиком. Для этого нужна специальная аннотация, которая называется static метод. Теперь в основной программе после каждого кота мы можем вызвать этот метод. То есть выведем print и выведем количество созданных кошек. Для этого используем f-строки и внутри строк в фигурных скобках вызываем наш метод. Вызываем его от имени класса, то есть нет переменной том и барсик от слова cat, которое означает имя класса. Так, мы выберем такой текст. Вот total cat с двоеточие и наше количество. и выведем это после каждого создания нового кота. Теперь если выберем программу, то видим, что после создания первого кота выявилось созданных котов один, после второго кота выявилось, что созданы два кота. кота. Далее добавим теперь немного интересной логики. Например, создадим для каждого кота время его жизни. как это сделаем? То есть так же, как мы задавали имя внутри метода, то есть создадим переменную life, это общее количество лет, в котором проживет. допустим, задать тут явно 10, но это достаточно красиво, и также так мы можем сделать дополнительный метод, который будет означать возраст, то есть например создадим метод get age, создадим метод объекта, поэтому первый параметр self. Теперь, чтобы получить возраст, надо из начального возраста 10 вычесть переменную life, то есть свойство life. Видим, что мы используем 10 два раза, это является плохой практикой, поэтому лучше задать это начальное значение как внутреннюю переменную. Чтобы задать переменную, которая не будет видна снаружи класса, в питоне есть способ сокрытия переменных с помощью двух подчеркиваний. подчеркиваний. То есть как это выглядит. Два подчеркивания и имя переменной. Также в питоне нету возможности создавать константы, то есть такой тип переменных, неизменяемых, то есть это не переменные, а способ задать некое имя, которое можно один раз проинициировать и больше нельзя будет поменять. В питоне так делать нельзя, но можно создать обычную переменную, но назвать ее с большими буквами. Это является общей практикой. Например, назовем как total назовем initLife initLife равно 10. теперь там, где у нас в коде используется 10, пишем cat.initLife. То есть в нашем случае два раза. теперь что у нас есть. То есть при создании объекта у нас задается имя, задается автоматический общий максимальный возраст, который может прожить кот. И для всех котов это будет 10. Также определение метод, который возвращает этот возраст. Допустим выведем опять же используем f-строку. Так. Дальше в строке будем допустим для барсика писать имя. То есть вызывать свойства. Для этого используем имя переменной точка имя свойства. писать из далее барсик точка имя свойства get age. То есть мы хотим узнать его возраст. Years old. То есть сколько лет. вызываем. Видим что барсику 0 лет. Теперь добавим некую логику по которой сымитируем жизнь кота. Для этого нам нужно два метода. Первый метод который будет проверять жив ли кот. Чтобы понять жив ли кот будем проверять что его оставшаяся жизнь больше нуля. то есть переменная life больше нуля. Для этого определим метод isalive и возвращаем self-life больше нуля. Далее полезный метод это увеличение возраста кота. Для этого создадим метод become older. кота в этом методе будем уменьшать жизнь кота на единицу. Теперь в основной программе сделаем создадим бесконечный цикл в котором будем увеличивать возраст кота. цикл не бесконечный а цикл будет продолжаться до сих пор пока код жив. И внутри цикла будем увеличивать возраст кота. Как это выглядит? То есть используем цикл while while barsic точка isalive то есть пока barsic жив что будем делать? Будем вызывать метод с его возрастом и вызывать метод который делает кота старше become older после этого как только метод isalive завершается выведем опять же f строка имя кота напишем код умер теперь попробуем это вызвать так увидим что мы у нас вывелось 10 строк с возрастом кота соответственно по году с нуля до 9 после чего вывелось барсик умер теперь сделаем несколько небольших улучшений первое улучшение это добавим небольшую паузу в цикле чтобы он выполнялся не мгновенно для этого воспользуемся функцией sleep которая позволяет остановить программу на какое-то количество секунд эта функция находится в пакете time в этом пакете находятся полезные функции для работы с временем пишем из пакета time import sleep и теперь теперь в цикле после каждого вызова метода become older вызываем функцию sleep на одну секунду если это выполнить теперь видим что у нас программа выполняется мгновенно а с интервалом в одну секунду то есть ждем пока пройдут пройдут все 10 лет все код умер следующее улучшение является упрощение форматирования что это значит то есть мы можем распечатывать имя переменной не в таком виде что мы использовали barsic точка name а допустим мы хотим выводить имя переменной и распечатывать именно как барсик то есть если мы просто берем точка name и оставим только переменную и теперь вызовем то мы увидим что там выводят какие-то непонятные символы то есть выглядят как объект и какие-то цифры эти цифры это адрес памяти то есть по умолчанию пользовательские объекты при выводе их на печать выводят адрес по которому находится этот объект в нашем случае мы хотим выводить что-то более осознанное например мы хотим вывести слово cat то есть кошка и имя кота как это сделать в классах можно переопределить служебный метод по аналогии с конструктором который автоматически вызывается при выводе объекта на печать этот метод называется два подчеркивания стр два подчеркивания то есть пишем def два подчеркивания стр два подчеркивания далее возвращаем из этого метода текстовое представление в том виде в котором нас интересует то есть в нашем случае это будет опять же F-строка слово cat и имя нашего кота то есть self.name теперь если мы опять вызовем нашу программу то мы видим что имя барсик выводится в красивом виде то есть так как нам и надо так что тут еще интересного последний момент который хотел бы сегодня сказать это как сделать защищенный метод который можно использовать внутри класса но который недоступен снаружи это делается по налоге как мы создавали защищенное свойство init live для этого к имени методу вначале добавляется перед именем два двоеточия как это выглядит например создали метод два двоеточия назовем его просто назовем его same private какое-то такое название просто напечатаем private так теперь имея такой метод мы не можем его вызвать от объекта например bars сек точка здесь этот метод даже не выводится в списке доступных если мы явно скопируем имя попытаемся вызвать то во первых мы видим ошибку то есть патчар нам явно показывает что это имя запрещено для такого использования и при выполнении программы видим ошибку что такой метод не найден но у нас есть возможность вызывать этот метод внутри программы то есть к примеру можем вызвать его в конструкторе для этого пишем self точка два двоеточия сам private то есть в данном случае нам даже PyCharm показывает что этот метод доступен то есть так тут не выполняется видим что все работает и при создании каждого объекта типа cat вызвался метод private то есть мы видим при выводе слово private после создания объекта еще одно полезное свойство связанное с классами но не напрямую а косвенно это то что мы можем в файле с классом добавить специальный код который позволяет протестировать объект класса как он работает то есть если сейчас выполним этот файл то при выводе мы не видим ничего чтобы его протестировать в прошлом видео я показывал как это делается для этого используется такой синтексис то есть смотрим если текущее имя это name равно main main также с подчеркненьями то есть тут пока выведем просто тест если мы выполним программу именно этого то есть выполним именно этот файл так name main то есть запускаем этот файл и мы видим что вывелся тест то есть этот код выполнился если же мы выполним нашу основную программу то слово тест мы не видим то есть этот код выполняется только в том случае если этот файл запускается как основной и теперь внутри этого файла можно создать какой-то код который будет что-то выводить и показывать какой-то пример исполнения то есть к примеру создаем кота Тома выводим общее количество котов делаем Тома старше и выводим его возраст то есть если теперь выполним этот файл то видим что весь тестовый код выполнился если же выполняем основной файл все работает как прежде и никакого тестового кода здесь нет так на этом все это все что хотел рассказать в этом первом видео по классам в дальнейшем углубимся в объектно-ориентированное программирование посмотрим нюансы и больше служебных методов которые доступны при создании классов а также разберемся что такое наследование всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал пишите комментарии всем пока субтитры и